МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"20-е Харитоновские чтения". В Сарове открылась межрегиональная научная конференция старшеклассников. 75-летию Великой Победы посвящается. Военно-историческое общество 1945-й готовит для саровчан интересные мероприятия. Незаконная вырубка. Кто и зачем уничтожает деревья в Саровском лесу? Далее расскажем обо всем подробно. Дата празднования 8 февраля не случайная. Именно в этот день в 1724 году по указу Петра I была образована Российская академия наук. Наша страна стала первопроходцем в разработке учения о биосфере. Первая в мире запустила искусственный спутник Земли. В кратчайшие сроки создала бомбу, которая в советское время оказала большое влияние на политическую ситуацию в мире. Сегодня разработки в атомной отрасли играют ключевую роль в научной сфере России. Поэтому День Российской науки можно по праву назвать профессиональным праздником каждого сотрудника ВНЕФ. Мы в первую очередь чествуем теоретиков, математиков, научных сотрудников, тех людей, которые занимаются разработкой идей и реализацией этих идей. Благодаря развитию атомного проекта российская наука в свое время совершила большой скачок вперед. Были получены уникальные результаты, которые позволили сделать прорыв во многих направлениях. Появились новые дисциплины – суперкомпьютерные и лазерные технологии, ядерная медицина. Значимый вклад во все эти достижения внесли сотрудники и нашего института. КБ-11, затем ядерный центр. И мы по праву гордимся теми результатами, которые были получены и нашими предшественниками, отцами-основателями нашего ядерного центра, нашими специалистами, которые трудятся и продолжают трудиться сегодня в ядерном центре. Весь вечер в адрес всех сидящих в зале звучали теплые слова и поздравления. Приятным сюрпризом стало выступление гостей из Санкт-Петербурга. Пьем за свершение светлых мечтаний, за исполнение ваших желаний. Сегодня в России поддержки науки уделяют приоритетное внимание. Потому что именно от ученых зависит не только экономический рост страны, но и качество жизни каждого человека. Мария Ирунич, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Налоговая инспекция напоминает саровчанам о необходимости отчитаться о своих доходах. Речь идет о подаче декларации 3НДФЛ. Гражданам нужно отчитаться о доходах за 2019 год, с которых не был удержан налог на доходы физических лиц. К таким доходам относятся доходы, полученные от продажи имущества, например, квартир, домов, земли, включая переуступку прав. Если вы владели данным имущества менее минимального срока, то есть 5 лет, то вам необходимо подать декларацию. К таким доходам относятся и продажи автомобиля, гаража или нового имущества, если человек владел им менее трех лет. При получении в дар недвижимого имущества или транспорта, акций, также необходимо подать налоговую декларацию. Декларация также подается при получении выигрыша в лотерею или получении подарков. Данные декларации по форме 3НДФЛ необходимо подать до 30 апреля 2020 года. Те, кто предоставляет налоговую декларацию для того, чтобы получить социальный или имущественный налоговый вычет, могут сделать это в течение всего года. Заполнить налоговую декларацию можно на официальном сайте Федеральной налоговой службы или при личном обращении в инспекцию или МФЦ. Сам налог нужно заплатить до 15 июля. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Накануне празднования Дня Российской Науки в Саровском драматическом театре честовали тех, кто стоит только в начале научной, творческой или спортивной карьеры. Школьники, которые поднимались на сцену, не единожды попадали в объектив канала 16 и становились героями репортажей. Старания ребят на занятиях, словно кирпичики, выстраивали лестницу, но передастал почета различных конкурсов, фестивалей и олимпиад. Ребята, на этом не останавливайтесь. Для вас эта сцена как трамплин в жизни. Давайте, дерзайте, не бойтесь брать на себя ответственность, не бойтесь рисковать и обязательно удача будет вам сопутствовать. В стремлении реализовать свой потенциал они отлично отвечают на уроках и на 100% выкладываются на тренировках и репетициях. Даже на церемонии награждения некоторые из ребят успевали получить заслуженные награды и порадовать зрителей своим талантом. Поддержать лауреатов конкурса талантливой молодежи пришли их друзья, родные и наставники. Каждого, кто поднимался на сцену, зал встречал бурными аплодисментами. В приветственной речи глава города отметил, что все юные дарования приложили к своему успеху немало труда. Помимо таланта, который у них есть, нужны, конечно, условия для того, чтобы их реализовывать. А условия в нашем городе были и есть, и мы сделаем все возможное, чтобы они были. Для самореализации, для воспитания не только по линии образования, но и по линии дополнительного образования, по линии развития гармоничной личности. Словно передавая победную эстафету всем талантливым детям, лауреаты конкурса вместе с воспитанниками детской школы искусств исполнили гимн российского движения школьников. В следующем году на сцену драм-театра поднимутся другие школьники, которые пока только на пути к признанию и успеху. Елена Грискова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Что такое инфляция? Почему потребительские корзины у всех разные? Нужно ли планировать семейный бюджет? Дискуссии на эти совсем не детские темы развернулись во Дворце детского творчества. Там прошел чемпионат по финансовой грамотности. На целый день школьники погрузились в сферу денежных отношений. Они решали задачи и проводили коммуникационные бои. Чем хорош данный формат, что мы развиваем не только профессиональные компетенции в области финансов, но и так называемые soft skills, это коммуникация, взаимодействие. В этом году в чемпионате по финансовой грамотности участвуют старшеклассники из 15 регионов страны. Нижегородская область впервые присоединилась к этому федеральному проекту. В нашем регионе он проводится в трех городах – Нижнем Новгороде, Павлове и Сарове. Почему мы выбрали именно эти площадки? Потому что здесь очень интересные ребята, ребята, которые показывают себя. Мы периодически смотрим на результаты ЕГЭ, мы видим отличные результаты. Ребята разносторонне развитые. И я уверена, что им интересно все, что связано с финансовой грамотностью. Для проведения муниципального этапа в Саров приехала многочисленная команда экспертов. В него вошли преподаватели и студенты старших курсов Высшей школы экономики. Они оценивали правильность выполнения заданий. Во-первых, насколько компетентны и профессионально ребята, свою отстояли позицию. Во-вторых, насколько они могут взаимодействовать друг с другом. И в данном случае тут нужны не только финансовые навыки, финансовые знания, но тут нужна очень сильная компетенция по коммуникации. В муниципальном этапе чемпионата приняли участие более ста старшеклассников. Победители конкурса будут представлять наш город на региональном уровне. Там у них будет возможность побороться за выход в финал, который состоится этим летом на базе детского лагеря «Орленок». Елена Грязкова, Евгений Швецов и Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Юбилейные харитоновские чтения собрали старшеклассников из 21 города нашей страны. Все они приехали в Саров, чтобы представить свои проекты на конкурсе исследовательских работ и Олимпиаде «Будущие исследователи будущей науки». Каждому из вас я желаю успеха. И успеха не только признания ваших заслуг в освещении тех или иных вопросов, но и успехов для того, чтобы вы имели возможность познакомиться. А здесь представлена почти вся география нашей страны. Олимпиада будет проходить по шести предметам. В рамках конкурса жюри рассмотрит более 140 исследовательских работ. Глеб Горькая второй раз принимает участие в харитоновских чтениях. В прошлом году его проект занял третье место. В этот раз юный инженер намерен улучшить свой результат. Выступаю я в секции информатика и представляю устройства мобильной навигации для ориентации в пространство, где невозможно использовать традиционные методы, как GPS, либо какие-то радиосигналы. Анна Мальтишевская приехала в Саров из Санкт-Петербурга. Вместе с ней из Северной столицы прибыли еще 10 человек, чтобы представить свои проекты по математике, физике и химии. Анна впервые участвует в харитоновских чтениях. Со своей исследовательской работой она будет выступать в секции физика. Девушка считает, что подобные конференции полезны для развития коммуникативных способностей. Лично для меня просто рассказывать публично что-то – это очень большой страх, и поэтому я хотела бы его преодолеть. Оценивать исследовательские работы будут научные сотрудники ядерного центра и преподаватели ведущих вузов страны. Некоторые из них приезжают на харитоновские чтения на всем протяжении их истории и отмечают уникальность этой школьной конференции. Опыт показывает, что подобных вообще не существует школьных конференций. Это масштаб, это замысл. Ведущие ученые страны читают детям лекции рядом с их докладами школьными. Это не только производит впечатление, но это расширяет кругозоры школьников и нас. За 20 лет я получила просто энциклопедические знания. По итогам конкурса жюри определит лауреатов и победителей юбилейной конференции. Наиболее интересные доклады эксперты выберут для пленарных выступлений. Елена Горцкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Срубленные молодые сосны лесники стали находить еще в конце декабря прошлого года. Тогда работники лесопарка подумали, что кто-то из горожан хотел украсить дом к новогодним праздникам, но, испугавшись патрулей, не стал вывозить дерево. В январе лесникам стали все чаще попадаться срубленные деревья. Причем в основном в районе профилактория. К тому же низина там вся изъезжена и покрыта сетью следов от автомобильных колес. Здесь что они преследуют? Я не знаю, просто какой-то вандализм. Вот сами посмотрите. Если нужно было проехать, как вот мои сотрудники говорят, они здесь какие-то устраивают, ну, ралли, поездки какие-то, соревнования, или что они тут устраивают, я не могу понять. Но вы видите сами, что сосна совершенно в стороне. И оставить пенек прямо на высоте пояса, для чего это нужно было делать? Варварское уничтожение деревьев не поддается никакому объяснению. Чем помешало дерево, если его оставили в Аляссе рядом с местом, где оно росло? Сотрудники лесопарка напоминают, что вырубка деревьев запрещена. Нарушителям грозит административная и уголовная ответственность. Ну зачем это делать? Ну кому, если что-то нужно, придите к нам, придите в администрацию, обратитесь, напишите свою задачу, цель, что вы хотите, что преследует этим. Но ведь решаются как-то вопросы, любые вопросы у нас можно всегда решить. Мы найдем, может, какое-то другое место для таких мероприятий. Экосистема лесопарка еще не восстановилась после пожаров десятилетней давности. Каждую весну соровчане озеленяют город. Дети высаживают сеянницы сосен на месте выигравшего участка. Но для того, чтобы лес залечил свои раны, понадобится не одно десятилетие. Дорогие горожане, если кто-то видел, кто-то бывает здесь, гуляет, бывает на лыжах катается, просто спокойненько можно заснять этого человека, не показывая ему, что ты это делаешь, и обратиться или в лесхоз, или в полицию. Давайте как-то реагировать все вместе, чтобы лес-то общий, нам его нужно сохранить. Для поиска нарушителей закона в лесопарке организовано дежурство. Каждые выходные будут выставляться дополнительные посты. Всю информацию по фактам нелегальной вырубки потом передадут в отдел полиции. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. В их работе важно все. Любая оплошность сможет стоить жизни. Поэтому во время теоретических и практических занятий сотрудники группы охраны грузов максимально сосредоточены. Полученные в аудиториях знания они применяют на практике во время длительных командировок по сопровождению спецгрузов. Подразделение специфичное. Оно выполняет различные задачи, непосредственно связанные с охраной грузов при их транспортировке. То есть комплектуются эти подразделения непосредственно теми работниками, которые наиболее, как говорится, лучше зарекомендовали себя, показали свои, как говорится, знания, способности, умения и навыки работать в отрыве от пункта дислокации. Подразделение по охране грузов было образовано на базе Саровского отделения атомоохрана в феврале 2013 года. С момента создания в нем работает Антон Симуков. В прошлом году руководство приняло решение выдвинуть его на конкурс «Человек года Росатома». В отраслевой программе участвуют 36 организаций госкорпорации. Антон будет представлять Саров в номинации «Защита густайна и информации». Это человек, который способен выполнять задачи, возглавляя караулы, отдельные наряды, при выполнении различных задач на различных видах транспорта, действительно успешно. Чтобы качественно выполнять служебные задачи, нужна хорошая теоретическая подготовка. Помимо умения метко стрелять, знаний нормативно-правовых документов, каждый из сотрудников должен быть предельно внимательным, собранным, готовым в любой момент взять ситуацию под контроль. Как говорит Антон, этими качествами обладают все его коллеги. И в командировках с этим трудностей не возникает. Самое сложное то, что от семьи далеко находишься, и не имеешь возможности домой прийти, жену обнять, с ребенком поиграть. Скучаешь по ней. Командировки бывают очень длинными. Приходится преодолевать расстояние в несколько тысяч километров. Но как бы далеко не был пункт назначения, главная задача – доставить груз в целости и сохранности. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. 9 мая в Сарове пройдет 10-я юбилейная реконструкция, посвященная 75-летию Победы. Участники военно-исторического общества «1945» готовят для саровчан приятные сюрпризы. В том числе фестиваль, на который приедут более 170 реконструкторов со всей России. Мы удивлены, конечно, но тем не менее и очень рады тому, что нас знают люди и готовы к нам сюда поехать и посмотреть, и поучаствовать в нашей реконструкции. По словам Алексея Морозова, сценарий празднования 75-летия Победы у них созрел еще в прошлом мае. События реконструкции развернутся в Берлине весной 45-го. Понадобятся нам все-таки жители немецкого города, то есть даже не столько солдаты, сколько там фолькштурм были, там были дети, были женщины, которые просто передвигались из мест, ну там беженцы тоже самое. Вот такая вот будет история связана с этим. Также Саровчан ждет шоу-программа со стрелковым оружием. Горожане смогут пройти военную полосу препятствий, сфотографироваться у военной техники и посмотреть, что носили в 40-е и 50-е годы. Фишечки мы тут сделали, опять же, два интересных экземпляра. Будут участвовать они в раздаче напитков и еще сладостей кое-каких, опять же, не буду пока называть, что это такое. Но увидят там, кто придет, то увидят, как это будет выглядеть. Традиционно в реконструкции примут участие и военные самолеты. Также Саровчан будет ждать еще один масштабный сюрприз. Его Алексей Морозов решил пока оставить в тайне, но уверил, что такого в городе еще не было. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Колонки, микшеры, микрофоны, удлинители и переходники. В радиорубке тесно, но Григорий Галишников и Павел Лохматов даже в таких условиях умудряются быстро наладить вещание школьного радио. Алгоритму своих действий они знают наизусть. Оба уже несколько лет отвечают за настройку радийной аппаратуры. Начинаем все подключать. Сначала пилот, несколько розеток. Вот. Несем колонки, подключаем микшер. Нам нужен еще ноутбук для музыки. Все это подключаем, проверяем. Если что-то не работает, исправляем. В школьном радио все как в настоящем. Техника должна качественно передавать звук. Пока одни настраивают эфир, другие готовятся к записи. Кирилл Новикевич, Олеся Ильина и Юлия Бурова – одни из тех, чьи голос слышат ученики 20-й школы в информационных передачах. Ребята ответственно подходят к выполнению обязанностей диктора. Чтобы провести передачу, радиопередачу, нужно перед этим подготовить свою дикцию. Потому что если у тебя будет каша во рту, никто ничего не поймет. Для отработки четкости произношения ребята используют скороговорки и простейшие упражнения для артикуляции. Эти ребята неспроста взялись за работу на школьном радио. Старшеклассники входят в состав молодежной инициативной группы. А точнее, в ее пресс-службу. В нее входят дети активные, умеющие разговаривать, общаться с людьми. И они, соответственно, проводят единые информационные дни на школу. Тематика разная. Все зависит от каких-то знаменательных дат, каких-то праздников. Радиоузел в 20-й школе был всегда. За пультом по настройке звука в разные годы работали десятки учеников. Еще больше старшеклассников обучились дикторским навыкам. Как и много лет до этого, сегодняшние ведущие сообщают ребятам о новостях, ведут развлекательные передачи. В праздники школьные радисты передают в эфире приветы и музыкальные поздравления. Елена Грецкова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. На станции юных натуралистов Анастасия Китина занимается с первого класса. Сюда девушка пришла не случайно. Здесь работает целая династия Китинах. Настя с детства наблюдала, как ее мама и бабушка прививают детям любовь к природе. Именно тогда она поняла, что хочет пойти по стопам родственников и создавать собственные проекты. Сегодня за плечами Насти более 10 работ. Одна из таких проречных бобров в Темниковском районе, которая заняла первое место на региональном этапе конкурса в номинации «Экология лесных животных». Благодаря этой работе можно определить количество бобров, находящихся там. И поскольку после пожаров этого никто не изучал, мы решили возобновить. Проект «Популяция бобров» на территории Затосоров Евгения Сусарева на конкурсе занял третье место. Работать над ним молодой человек начал два года назад. Главная задача – изучение рациона млекопитающего на территории нашего города. Меня заинтересовала эта работа, так как Мордовский государственный заповедник проводил исследование именно этого животного с 1989 по 2005 год. Соответственно, после 2005 года работы по изучению бобра не проводились. Поэтому я решил заняться этой работой. Всего на конкурс было представлено 43 работы в четырех номинациях. Экология лесных животных, растений, проектная природоохранная деятельность и школьное лесничество в условиях современного образования. Цель конкурса – повысить интерес обучающихся образовательных организаций в области рационального природопользования. Данный конкурс был заочный. То есть мы приготовили наши проекты, исследования, мы их оформили, эти научные работы. Мы записали на диски и предоставили их членам жюри. Оценивали данные работы и ведущие специалисты вузов Нижегородской области, также департамент лесного хозяйства, союз лесовладельцев даже там присутствовал членам жюри. И по итогам этого отбора мы стали призерами. Также в конкурсе в номинации «Экология лесных животных» второе место заняла Злата Гончарова. А в номинации «Экология лесных растений» второе и третье места получили Анна Корочкина и Елена Малокина. Работы победителей и призеров будут направлены на всероссийский этап конкурса «Подрост в Москву». Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Как безопасно и беззаботно кататься на велосипедах, самокатах и других средствах передвижения. Об этом в своем видео «Засветись» рассказал участник конкурса «Красный, желтый, зеленый» Вадим Санкин. Идея создания ролика у мальчика появилась давно. Особое внимание в нем Вадим уделил использованию защитной экипировки и световозвращателей. За ролик мальчику вручили грамоту за третье место. Я очень рад, что я участвовала в этих соревнованиях, занял призовое место. И в следующий раз хочу занять первое место. Третье место в номинации «Декоративно-прикладное и техническое творчество» заняла работа Маши Николаевой. На суджуре она представила макет «Перекрестка». Над ним девочка трудилась около месяца. А помогал ей в этом мама. Я искала вот такие штучки, а мама печатала специальные отражающие элементы и рисовала вот такие вот узоры. А я нашла звездочки, которые отражают цвет. И мы вместе сделали с ней вот такое вот, вот таких человечков. В конкурсе приняли участие воспитанники детских садов, ученики школы и учреждений дополнительного образования. Всего было представлено около ста работ. В нескольких номинациях – макеты участка дороги, декоративно-прикладное и техническое творчество, социальная реклама «Засветись». Ребята проявили все свое мастерство и создавали подделки из пластилина, цветной бумаги, картона, ткани и подручных материалов. Все это очень хорошо, очень поощрительно с целью познания вот детьми вот этого мира, мира дорожного движения, для того, чтобы как-то себя утвердить в роли участника дорожного движения, вроде пешехода, будущего водителя, может быть, сначала велосипеда, потом уже автомобиля или мотоцикла. Для того, чтобы получить первоначальные знания о мобильности передвижения, трансных средств, об опасности, которая заключается на дороге, таит себе дорога. Ну и получить первоначальные знания. Победителям конкурса вручили дипломы, сладкие подарки и светоотражающие элементы на одежду. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. На этой выставке как никогда чувствуется, насколько разные подходы к одному и тому же материалу, даже в семье, где живут два творческих человека, и это большая редкость, кстати. 140 картин, выполненных в графических и декоративно-прикладных техниках. В художественной галерее открылась выставка «Рука об руку» нижегородских художников Ивана и Светланы Ворожейкиных. На первом этаже расположились картины Ивана Ворожейкина. С работами живописца-саровчанья знакомы с 2016 года. Мастер работает в технике акварель, любимый жанр и пейзаж. Здесь мы встречаем акварель классическую, внутри акварели тоже есть разные приемы, разные техники. И на выставке как раз зрители увидят, что и в технике по сырому, и в технике лисировки художник работает прекрасно. Встретит знаменитые ворожейкинские березки, которые здесь на многих работах присутствуют. На втором этаже висят картины Светланы Ворожейкиной. В экспозиции представлены работы сразу в трех техниках – акварель, гуашь и батик. Гуашь и Светлана делают небольшие зарисовки русской провинциальной жизни. Акварелью предпочитает рисовать натюрморты, а на ткани создает цветочные композиции. Светлана Васильевна в совершенстве владеет техникой холодного именно батика, там много разных разновидностей. Если прийти к нам, мы приглашаем на экскурсии, мы все расскажем. И будет понятно, как бы раскрывается и сложность техники, и какой-то колорит, который использует художник. И целая тема, которая на выставке представлена – это «Времена года». Выставка в художественной галерее продлится до 18 марта. Творческая встреча с авторами картин состоится в начале марта. Художники проведут для саровчан мастер-класс. Более подробную информацию можно получить по телефону 702-87. Чемпионат по футболу среди дошкольников проходит в нашем городе третий год подряд. С каждым разом в соревнованиях принимают участие все больше детских садов. В одном из матчей чемпионата встретились воспитанники 37-го и 35-го садов. Им предстояло побороться за выход в финал в своей подгруппе. На поле разворачивалась нешуточная борьба. Каждая команда старалась принести своему саду как можно больше очков. Удача улыбнулась воспитанникам 35-го детского сада. Динамичные атаки и точные передачи помогли им обыграть соперников со счетом 3-0. Мне понравилось. Мы выиграли первое место. Мне это больше всего понравилось. Мы еще будем стараться и будем выигрывать еще первое место. Воспитанников детского сада номер 37 проигрыш расстроил. Но малыши не собираются так просто сдаваться. У них еще есть шанс побороться за призовое место. Я хочу бороться над большим. Пока не займу хотя бы одно первое место в футболе. За заветные кубки в этом году поборется 21 команда. В каждой по 6 человек. 5 основных, 1 запасной. Всех разделили на 7 подгрупп. Юным спортсменам предстоит сыграть в круг. Чемпионат очень полюбился. У нас с удовольствием ребята участвуют. Большое спасибо Куликову Анатолию, который всю техническую сторону берет на себя. И судейство, и жеребьевку, и составление графика. Соревнования продлятся до 18 февраля. По итогам чемпионата участники получат дипломы и памятные подарки. На протяжении нескольких десятилетий лыжня России объединяет поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта. В Сарове зимние забеги на лыжах проводятся 14 лет. С каждым годом этот праздник становится все более значимым событием в спортивной жизни соровчан. Мне понравилось, потому что я уже не первый раз участвую тут, а тут дистанция такая хорошая. Встречаю много друзей и весело самое главное. Праздник понравился, лыжня хорошая. Прокатились с большим удовольствием. Ежегодная лыжня России в Сарове собирает более 5000 участников. Традиционно в ней принимают участие воспитанники детских садов, школьники, студенты, военнослужащие и все те, кто любит этот зимний вид спорта. Для каждой возрастной группы организаторы подготовили свою дистанцию 500 метров, 1 километр и 2 километра 20 метров. Сегодня они все стартовали по новому кругу, который мы приобрели благодаря реконструкции лыжной базы. Да, раньше мы бежали, тоже огибая лесок, теперь это еще один наш кусочек тренировочной роллерной трассы. В принципе, горожане сейчас без проблем могут кататься на этом куске, мы его накатываем. Ну и вот ребята сегодня бежали именно эту дистанцию. Сразу после того, как малыши закончили лыжный забег, состоялась торжественная церемония открытия лыжней России. С напутственными словами и теплыми пожеланиями горожанам обратились представители городской думы и администрации. Пока есть снег, пока есть мороз, пользуйтесь этой возможностью, катайтесь на лыжах, занимайтесь зимними видами, хорошего теплостроения и побед на лыжне. С праздником! После церемонии открытия на старт вышли депутаты городской думы, сотрудники администрации, директора и руководители различных предприятий. Завершился праздник массовым забегом саровчан. На финише всех участников ждали вкусные пироги, чай и памятные призы. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Соревнования за звание сильнейшего шахматиста заняли два с половиной часа. Именно столько времени понадобилось 15 спортсменам, чтобы в молчаливых сражениях на черно-белых полях набралось наибольшее количество очков. На партию давалось всего пять минут. По итогам 14 игр победителем стал Юрий Шевердин. По мнению шахматиста, подобные турниры не менее важны классических соревнований. Основное в шахматах это полтора часа, где определяется более качественная игра, когда дается возможность сделать качественный ход. По пять минут это тоже достаточно важно. Скорость воспитывается в подобных турнирах. В турнире приняли участие сильнейшие шахматисты, мастера спорта, чемпионы соревнований различного уровня. В честь Дня российской науки спортсмены, занявшие первое и второе место, провели показательный матч в вагоне Юлия Борисовича Харитона. Финальная партия Юрий Шевердин сыграл с Владимиром Рословым в зале заседаний. Приятно было побывать там, я ни разу не был, лично я не был. Так, посмотреть место, где работал наш великий академик, вот было приятно, ну интересно. А когда садишься за шахматы, забываешь обо всем. В принципе, так сказать, окружающая не существует. Если ты действительно погружаешься в игру, в соревнования, здесь только доска и все. Близ турнир показал, что в борьбу вступили сильнейшие соперники. По итогам двух партий – ничья. Мы запустили, как во многих сейчас турнирах, называется Армагеддон. Когда ставится черным 4 минуты, но в случае ничейного результата победа отдается черным цветом. В этот раз победителем стал Владимир Рослов. Подобные близ турнира проводятся в ядерном центре регулярно, но впервые его организовали в Музее ядерного оружия. И, по мнению спортсменов, это лучшее место, чтобы отметить День российской науки. Продолжение следует...